всем привет значит что сейчас будет происходить самый можно сказать волнительный момент которого я очень долго ждал я не знаю что получится как получится заезд на территории украины на вот таком замечательном грузовике это один из лучших грузовиков в игре модовый это maz номер его я не помню серию собственно говоря кто нам может помешать его посмотреть 6422 с первого года на него очень трудно мы не трудно вообще невозможно я не нашел по крайней мере на него скин в результате я залез сам сам этот масс сам этот мод нашел кабину и тупо все свои логотипы все свои надписи разместил просто тупо на кабине тут есть небольшие нестыковки но это вообще не важно вот но речь сейчас конечно не о скине просто все мои грузовики на которых я катаюсь они все подписаны значит бастер на ливер это все как бы все мои именные соответственно вот есть старый советский логотип киева и собственно говоря в сторону киева мы сейчас и будем направляться но сейчас мы едем во львов нет давай сейчас мы я не во львов но я я бетона было я ридную мовую распавим зарами и дома на украину в украина и я волнуюсь я буду материться это будет 18 плюс я сразу предупреждаю потому что я волнуюсь потому что я еду на родину и еду виртуально мы не будем обсуждать настоящую историю дело не в этом мы сейчас в виртуальной реальности тут ничего такого не происходит тут все спокойно и мирно вот поэтому в принципе поехали вот у нас тут идет дождь и у меня есть грузовики есть прекрасная скания если не ошибаюсь стрим лайновская что там еще есть есть очень классный камаз у которого история скина такая же как у этого маза то есть я нашел скин и тупо залез в мод камаза и покрасил просто кабину но сейчас я хочу ехать на этом мазе потому что он очень мягкий и он очень он мощный и очень классный короче очень очень классно сделан у него прям вот хорошая детализация вот прекрасно тихо плавно работает двигатель у него был один косячок небольшой он какой-то вот излишне мягкий кабину болтает может быть это где-то можно из чтобы он был жестче потому что в настройках стоит самая насколько я помню жесткая кабина вот на поворотах его немножко колбасит а это ерунда потому что в принципе это очень классный грузовик вот у меня шумит трафик потому что я недавно ехал машине держитесь правее затем поверните направо вот ехал в машине и послушал я слушаю как вообще звучит автомобиль изнутри и сейчас конечно двигатель звучит чуть-чуть громковато просто потому что мне нравится звук этого двигателя поэтому его слышно вообще на самом деле двигатель хотя это грузовик у него движок впереди и тут как бы особая звукоизоляции нет в кабине поэтому так подъезжаем к границе как раз очень удачное время утро да и вот я ехал значит ты слушал как звук вообще распространяется в кабине потому что я хотел настройками звука в игре максимально приблизиться к натуралистичности звука вот там примерно так это и слышно то есть двигатель слышно а если учесть что вот в автобусах двигатель слышно очень сильно будем считать что так она примерно и потому что вот звук шин прямо наш в уши давит а вот слышно двигатель и слышно трафик его слышно поэтому звук трафика я у меня чувствует звуковой мод саунд кто-то там кулышалка какая-то звуковая потому что почему-то я не знаю почему чехи сделали звук трафика какой-то детский вообще какой-то несерьезный поэтому можно ставить звуки трафика отдельно а вот есть звук трафика отдельный но мне в принципе достаточно этого звукового мода он делает звук трафика более-менее потому что тот звук трафика который модовый мне кажется штанчик перестарались мне кажется опять же это мне на кажется что там мало звуков и легковые автомобили почти все звучат одинаково там может быть 5 может быть разновидностей звука может меньше гузовики тоже звучат практически одинаково но такой бедноватый потом как-нибудь потестить какой-нибудь еще звуковой мод вот пока приближаемся границы значит мы выехали из кожицы я не совсем помню где это потому что гораздо нас гараж у нас на бежте переместились быстро перемещение в кожицу так это мы значит границы с большие наверно так что мы тут видим да вижу жопта блоки днепропоры мы приближаемся к границе с украины значит некоторым образом момент истинный момент дело в том что у меня стоял вот румынский с прейны но он был какой-то ломаный он был какой-то кривой и я заезжал в украину я уже был на территории украины приезжал проезжал в буквально пару километров доезжал до салона вольво и меня выбрасывал из игры и украина была на карте даже было видно что это что-то что-то поломанное барышнике тут стоят чего сделать люди конечно прописаны очень слабо но вот значит проезжал чуть-чуть вот по украине тоже прямо трепет такое сердце из вылетает из груди и хренак были вместе с сердцем вылетает игра я все нафиг удалял удалил вообще все моды делал новый профиль так что у нас там с документами у нас этот самый номера венгерский да потому что гараж в Венгрии ну шо хлопцы слава Украине тут уже в камуфляже чувачок стоит сейчас я его рассмотрю пока будут документы проверять так 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 блин забудь уже нажимать а ну покажись я-то там выглядаешь все поехал потихоньку вот мод грязных колес стоит очень клевый ну и соответственно вот грузовичок такой тоже роскошный ему нравится сниматься просто вообще ну классно сделано ну 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 что за что вы сделали с этим самым с трезубом ладно и так товарищи друзья пони то по новое лариса чат я заехал меня так трепетно на душе пиздец просто вот я очень надеюсь что сука никуда не выкинет что все будет нормально в принципе должно быть нормально потому что карта проорисована вся причем карта украины вся включая территории крыма имеется карта этого региона вся не только украины но там и россии много тут в принципе подборка сборка карт стоит и великая степь и казахстан и азия я был в афганистане тоже блин может быть съезжу она конечно тебя немножко кастрирован но классно сделано а вот всякие там пушки и горящие машины я конечно у меня была мысль что может быть сделать украину поскольку мод новый сделать украину с со спорными территориями как это называется я не помню то есть запад понятное дело все нормально а вот ближе туда киеву может быть тут тоже будет так сделано поскольку карту делали румыны то не исключено что можно будет увидеть технику и следы боевых действий то есть мало ли посмотрим но я по крайней мере так бы сделал если бы делал карту если бы делал мод с этой территории так без у нас 23 хрен с ним более-менее церковушка знаете я когда езжу где бы я не ездил я останавливаюсь возле церквей и какими толпоёбом я не выглядел сейчас в ваших глазах я слава богу достиг того возраста когда могу делать все что считаю нужно делать и пожалуйста блять можете думать обо мне все что хотите но я останавливаюсь возле виртуальных церквей и молюсь там то есть не там конечно я молюсь здесь но я молюсь болеть глухой забор хуй с ним не важно я молюсь об окончании войны я молюсь о том чтобы если это по ебута закончилась вот сейчас я ну я играю в основном под фоновую музыку либо слушаю жанецкого под фоновый какой-то звук а чего путинцы поехал какой-то короче вальтер и вот я останавливаюсь возле церквей возле костелов я очень люблю ездить по россии потому что я все-таки из союза родом вот никогда не было карты украины то есть они они были какие-то огрызки было что-то там такое я ездил по россии для меня очень трепетно всегда было заезжать из россии в европу там из европы опять ехать в россию у меня мама жила в германии и она говорила когда приезжала ко мне там под киев типа по гостям она всегда говорила что ее тянет на родину в киев но побыв недельку в киеве она просто кошмарно хотела вернуться обратно поэтому вот я ощущаю примерно то же самое то есть я приезжаю в россию катаюсь там по россии и с огромным каким-то трепетом и сейчас я уже там поскольку я давно играю просто вот прикольно из россии уезжать в европу кататься катать по европе вот потом когда я скачал эту подборку я не помню как зовут парня блогера который выложил эту подборку сборка карт 33 сборка карт 34 если наберете в ютюбе в общем то найдете 15 минут ехать я уже где-то рядом вот я установил все вот эти вот русские карты степи волга степи говорил но в общем много там чего причем там коннекторы дорог то есть получилось так что вся эта огромная карта она цельная она не огрызка а цель у меня вот ездят мазы ездят силы это тоже мод по территории россии ну для них естественно для этих модов карта украины является русской карты и согласятся со мной не согласятся со мной но для европы и для америки россия украина и беларусь это куски это все русские поэтому все что сейчас происходит это дуба прореживать славянского народу славянского населения и судя по развивающейся тенденции все это очень удачно складывается вот но повторяю мы не будем обсуждать потому что я не военный аналитик мне очень это все тяжело несколько пачек успокоительного когда все началось и когда ну то есть сейчас уже когда много времени прошло я смотрю блогеров которые по таиланду ездят русские пацаны тусят с украинскими девушками которым ну то есть на котором не хочется скажем так об этом кстати классно сделали дороги такие корявые поломаны вот я тоже стараюсь об этом не думать ну извините кто может быть согласен я стараюсь об этом потому что я сжег очень много здоровья на этом все вот ой свин славное место львив я богаточу в про него богаточу в про кавиарне или у львова можно и 6 алкоголь на там выпить и каус ночной в киеве было блять все-таки как ни крути в киеве русский для киевлян русский язык 1 я всегда говорил по-русски поэтому просите буду говорить по-русски украинский всегда был вторым и вот в киеве в общем львов аллилуйя пока пока едем пока не вылетает в киеве было бы ваш был есть наверно сейчас шоколадница такая как бы и она называлась как авиарне русский шоколад я не помню как она называлась заказ очень важен да успеем да я туда зашел как-то и очень вкусно очень приятно было с гореть по украински вообще как бы приезжая в киев как вы понимаете понимают вообще неважно я живу поверните на украине и соответственно не в киеве вот зашел я в эту кавиарню шоколад пусками просто отламывают вкуснейший кофе его там море поверните на украину короче блин я очень хочу в киев но в киев мирный в киев без без войны приехали на выкладку вот так мы вернулись приехали во львов слава богу все работает сейчас попробуем поехать в киев сейчас мы куда-нибудь это дело выгрузим проверим вообще есть ли звук у меня микрофон хороший но звуков звуков звуковых а какая-то очень видимо вот поэтому фонит шумит хрен с ним что сделаешь сейчас тут это дело выбросим посмотрим как выглядит львов слава богу приходится утром да не особо мы торопимся я тут пытался ни хрена себе как работает двигатель как все классно короче говоря грузовик охренительный именно вот масс прям классный единственно что вот это вот вот это вот панель она особого толку особого смысла не имеет вот а поскольку я играю на клавиатуре и постоянно езжу с круиз-контролем я же не на педали не на руле катаюсь вот вот классно было бы конечно чтобы вот здесь вместо там какую-нибудь из иконок из вот этих вот да хотя бы даже здесь поместили бы индикатор круиз-контроля вот вот эта вот штука на спидометре внизу горит вот на хрена она там горит вот лучше бы это был просто иконка круиз-контроля у меня есть мод дав 95 тоже очень классный мы прикольный такой хороший но у него немножко не нравится звук двигатель но короче говоря такой в общем неплохой вот у него здесь есть вот панель где-то вот в этом месте вот такая вот тоже индикаторы вот примерно вот в этом месте за рулем и там есть иконка не иконка и иллюминация круиз-контроля активно вот потому что мне в принципе не нужно но не обязательно видеть цифрами как набирается блядя я она уже выключится вот то есть мне не обязательно видеть цифрами сколько там километраж какой какая 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 цифра на круиз-контроля мне просто важно видеть что он включен вот ну в общем принципе все мы во львове я пока отключусь потом поеду на киев и запишу ну то есть включу новую запись поэтому пока все спасибо всем большое и ну пока на этом пока как говорит дима нагиев все пока пока ну и да и кто что значит он говорит с любви терпения в общем увидимся услышимся пока